69.00 на откате, то есть то, о чем я говорю, то есть пробивает уровень, то есть выходит на свой open дня, откатывается и начинает держать ценовую фигуру 69.00. Вот это за весь день самая идеальная точка, которую можно было найти в этой акции. И, кстати, ребята на форуме, я видел, оставили эту сделку, то есть на ней неплохо заработали, то есть около поинта с нее взяли. То есть она здесь шла 2 поинта. То есть даже если акция волатильна, я имею ввиду золото, я имею ввиду химию, уголь, сталь, нефть и так далее, то только в том случае, если есть вот такой вот четкий уровень по тренду, в них тогда можно действительно делать эти сделки. В этом случае вы мало даете риска в них и потенциал движения здесь на самом деле может быть очень большой. Не обязательно брать здесь объем, там можно взять поменьше акций, но сам ход будет здесь достаточно побольше. А вот что касается акций HRB, BWS, AOL, CAC, вот при подобном ходе акций, там наоборот можно взять действительно больше объем, потому что там потенциал движения 20 центов и риск не более чем 5. Поэтому здесь должен работать однозначно money management. Значит, что касаемо MOS. Значит, тут дневка достаточно интересная. Видно, что в последнее время тоже акция идет в лонг. Дороговатая акция, то есть волатильная. То есть вчера, допустим, вот такой вот конкретной точке входа особо я у нее не видел. То есть можно было, конечно, догадаться вот здесь, что 74 не будет пробивать где-то лимитами ее здесь ловить, но все равно получается, что риска достаточно много. Так, значит, JWN, то есть неплохой open был. Люблю, когда акции в первой половине дня никуда не идут, отстаиваются первые 30 минут и только потом в 10 часов начинает идти. То есть нету таких вот сразу, раз акция ушла, ее уже поздно где-то брать. То есть довольно-таки неплохой момент на самом деле. Тоже очень красиво. И подобная система начала идти она выше, то есть такими вот ступеньками. То есть система, в принципе, была немного, конечно, размытые у нее, видно, биды аски идут, то есть не такие вот крепкие плиты, да, то есть все-таки выходит она на новый лоу, то есть по рейнджу имеется в виду, перед тем, как стрельнуть выше, там 50 центов. Ну, всегда JWN, всегда, в принципе, была такая акция довольно-таки волатильная и сквизовая. То есть поэтому с этой акцией будьте аккуратны, то есть тоже 2 дня хорошего роста у нее идет, но на 3 дня довольно-таки она опасная. И, в принципе, ну, сегодня надо смотреть, как по рынку все будут вести. Здесь конкретно ничего толком сказать не могу. Хьюлит Пакерт, дневку видите сами. Очень хороший тренд и очень неплохая цена, как раз вот район 26 долларов. То есть 25.95-26.00. Печатает уже ниже, то есть однозначно сегодня можно за ней наблюдать, за Хьюлит Пакерт. То есть вообще ее, как бы, тоже отпускать сейчас нельзя. Акция, в принципе, новостная, но довольно-таки там серьезная разбалансировка идет. Ну, сразу, касаемо HIG. 18.50 тут все видят, то есть на более мелком таймфрейме. Вот что происходит. 18.50, далее 18.60. Перед этим было 18.04. Потом 19.20. То есть и так далее. То есть именно вчера по рынку тоже очень плотно шла, очень ликвидно, с объемом, то есть очень довольно-таки красиво. Страховая компания, это финансовый сектор, поэтому акцию смотреть, конечно, можно, но ожидайте то, что сегодня может быть совершенно другой тренд, совершенно другое движение. То есть она вчера ходила не по своему характеру. То есть это влияние, скажем так, рынка вчера, такая массовая медленная закупка была крупная, поэтому тут в этой степени сегодня от нее такого не ожидайте. Думаю, что не будет. Но так как свеча в хай закрылась, возможно, будут откаты, продолжение движения, то есть эта акция может очень неплохо возвращать свою стоимость. Поэтому за этой акцией тоже можно понаблюдать. Значит, смотрим USG. Ну, тоже вот цена неплохая 9.29, 9.30. То есть вчера уровни поддержки после пробоя, то есть идет пробой, ложится, находит уровень поддержки. То есть тоже пробой, ценовая фигура, уровень поддержки. Немного отошла, там где-то нашли уровень сопротивления, сразу же подвинула уровень поддержки и обратно выход выше. То есть USG, то есть однозначно тоже несколько дней акция выходит. Прошла высшую точку предыдущего отката вчера. То есть и очень неплохое движение сделала. То есть тоже позавчера закрылась в хай. То есть USG однозначно тоже можно наблюдать. То есть может сегодня такого движения не будет, но впереди неплохая цена 10.00. То есть можно понаблюдать. Значит, EHN. Может, EHN. EHN такая и есть. Это то, о чем я говорил, что акция самого опена просто взлетает и идет выше. То есть и точка входа утеряна. То есть тут, можно сказать, целый день уже рейндж был. То есть особо без движений. То есть на днефть находится очень интересно. То есть, но вчера точку входа она не дала. То есть просто ушла выше и все. Так, значит, AWI. Тоже вчера неплохо проходила хай предыдущего отката. Немного тонковатая она, я вижу, по графику. Да, то есть с этой акцией будьте аккуратны. Она вчера только 136.000 проторговалась. То есть с этой акцией будьте очень аккуратны. То есть может двигаться, да, но обратите внимание, у нее внутри дня, вот в предыдущие дни даже на 5-минутном графике гэпы есть. То есть это говорит о том, что принты очень... То есть вот принт был в 37.12, следующий принт в 37.33. То есть в этом плане с этой акцией будьте очень аккуратны. Значит, EXH. Дневка была действительно очень интересная. То есть вчера можно было... Вот вчера ее можно было уже по дневке только смотреть. Тем более на положительном фьючерсе она очень низко находится. Видно, что здесь 10.00 интересная цена. То есть можно было за ней наблюдать. То есть сегодня тоже надо смотреть по рынку. То есть особо сказать тут тяжело. То есть хотя в первый день она идет, поэтому EXH желательно себе поставить на лист. Значит, LPL. Что-то мне кажется, что это у нас не американец. Да, это у нас Южная Корея. АДРы очень легко можно определить по графику. То есть если вы видите daily chart и видите то, что есть гэпы некоторые, то есть как правило это АДР. То есть это депозитарная расписка. То, что здесь как бы база, тут ничего удивительного нет. Эта акция практически каждый день открывается с гэпом, а далее отстаивается. Связано это с тем, что у нее основная сессия как раз идет в Южной Корее. То есть это ее основной рынок. И тут уже данным гэпом это движение отыгрывается. И дальше уже ждут следующей сессии. То есть акция никуда не идет. Поэтому с АДРами как бы будьте аккуратнее. Не в том плане, что можете потерять деньги, а в том плане, что можете сесть и стать инвестором на целый день. Значит WBS, дневка довольно-таки интересная. Интересная цена 18.00. Это как раз уровень закрытия гэпа. И как раз вот две предыдущие хай точки по сквизам были именно по этой цене. Поэтому закрытие тоже идет в хай. Фьючерс, правда, у нас на данный момент минус 11.6. Но все-таки эту акцию терять из вида нельзя. Даже вот наблюдая за ней несколько дней. Вообще, привязывайтесь к акциям, которые вы понимаете. То есть чем больше вы за акцией смотрите, тем больше начинаете ее понимать. Значит SFI. Немного ходит, но очень плавно. То есть вчера, кстати, и нормально прошла, в принципе. То есть бывают дни и поинт даже проходит при такой стоимости. Хорошая очень дневка была. V-образный разворот, растянутая свеча и volume spike. Это то, о чем я говорил. То есть когда акция только начинает идти, то есть шла медленно и показывает какую-то растянутую свечу с выходом объема. Как правило, это подтверждает то, что акция будет идти далее. Если же акция уже достаточно много прошла, у нее очень растянутая свеча, при том не первая, а уже вторая или третья, и идет вспышка объема, а на следующей свече идет как бы спад, то как правило это уже как минимум коррекция, максимум разворот идет. Неплохая цена 6.00 была. То есть вот видно, что ее держали на 20-минутном графике, ниже не могли закрыться. И вот неплохо акция все-таки оттолкнулась и пошла выше. То есть вполне возможно, что и пойдет дальше. То есть очень плавно идет с уровнями. То есть дешевая акция. То есть в принципе довольно-таки неплохо. Значит смотрим P&G. Дальше AEE и GA. Вот подсказывает, что P&G и AEE это у нас utilities. Это такие сектора, которые могут резко походить, а потом стоят на месте там месяц. То есть это довольно-таки специфические сектора. Дневка здесь интересная, но пока еще до Нью Хай. То есть если ее сюда рассматривать, особо объема я не вижу. То есть он падает у акции. То есть честно говоря по этой акции сказать ничего не могу. Значит AEE тоже не так далеко находится от 30 долларов. Вот как раз когда акции к уровню сопротивления подходят без объема, то желательно здесь находить цену, где акция будет формировать уровень сопротивления. И от нее лимитом эту акцию шортить. То есть так как сегодня фьючерс у нас отрицательный, то последние две акции как раз можно рассматривать на то, что будет падение. Так, значит акция GA. Довольно-таки неплохая в том плане, что вчера у нас был день довольно-таки положительный. Акции неплохо падали. Это у нас Китай, это тоже у нас ADR. И китайцы в последнее время у нас любят делать рекорды как по росту, так и по падению. Поэтому тоже можно за ней понаблюдать. Очень хорошая точка входа на 8.00 была обратно. Акция идет вниз, да. На пробой низа, то есть можно нарваться на шорт спайк, да. То есть когда будут выходить шортисты и вынесут. Пробой прошел ценовой фигуры. Раз укрепило, два укрепило. То есть и тут можно зайти с отрицательным, скажем так, с минимальным риском на продолжение движения. То есть что в принципе и произошло у акции. То есть вот отбои, они всегда в принципе были более безопасны, чем пробои. То есть, кстати, обратите внимание именно на эту вещь в вашей стратегии, когда будете делать ваш анализ, вот какие у вас сделки проходят. То есть обратите внимание, то есть что вы больше торгуете. Там отбои, пробои, проведите статистику по этим стратегиям и так далее. То есть приучайте себя искать какую-то определенную вещь в рынке и быть более узкоспециализированным в выборе моделей технического анализа. То есть тогда, скажем так, может не будет, по крайней мере, у вас будет минус, как минимум меньше, только из-за того, что у вас будет меньше пустых сделок. Если вы потом еще, скажем так, будете более правильно выбирать сделки, то есть у вас, естественно, появится более высокая доходность. То есть в любом случае в рынке нужно специализироваться. Все уметь сможете, но позже. То есть изначально желательно торговать какие-то определенные вещи, научиться быть выборочным. Это в принципе очень тяжело сделать, чисто психологически. Но, скажем так, по крайней мере, вы будете, сейчас вы знаете, что это более или менее полезнее. Так, значит, TWR. Наверное, TRW. Вчера такая акция была довольно-таки волатильная. TRW. Скорее всего, TRW. Да, ну здесь вчера, по-моему, несколько акций у нас было с новостями. А, вчера TRW у нас была тоже новостная. Отчет, по-моему, у нее был. Тоже много прошло. Что касается TRW, тоже неплохой ход. Тоже вот 400, обратите внимание. Пробой и уровень поддержки. То есть, раз коснулась, два коснулась. На циновых фигурах вероятность формирования какого-то уровня намного выше, чем по любым.